Школа 58 совместно со Школой Центра Педагогического Мастерства открывает набор в восьмой профильный социально-гуманитарный класс. Давайте поговорим с преподавателями и руководителями проекта и узнаем о том, почему стоит поступать в этот класс. Каждый ребенок талантлив, и в этом смысле задача школы максимально раскрыть и развить его талант. Огромное количество ребят интересуются гуманитарными науками, такими, как история и общество знаний. И для них в нашей школе открыты гуманитарные классы 8, 9, 10 и 11. Отбор будет проходить через собеседование. Мы будем смотреть на общую юридицию ребенка, на подготовку к истории, обществознанию, МХК, насколько он вообще ориентируется в историческом пространстве. Но, конечно, главное – это желание учиться. За три года работы у нас уже большое количество ребят стали победителями-призерами Олимпиад, в частности, по гуманитарным предметам. Ребята хорошо сдают ЕГЭ и поступают в интересующие их вузы. Дополнительная программа включает в себя занятия по истории международных отношений, экономики. Это профессиональные области экономики, составленные с ведущими преподавателями Высшей школы экономики. Это занятия по праву, составленные по программе Московской государственной юридической академии. Кроме того, планируются выездные экскурсии, самые разные и интересные места Москвы и Подмосковья. Учеба в этом классе даст детям новых друзей, прекрасных преподавателей и возможность узнать что-то новое, возможность открыть для себя новые горизонты и стать победителем Российской Олимпиады школьников. Дорогие ребята, учиться в профильных классах достаточно тяжело, потому что это требует большой работы по профильным дисциплинам, в то время как про остальные забывать тоже не нужно. И в этом смысле мы не обещаем вам легкой прогулки, но мы обещаем, что будем учить вас качественно, так, чтобы вы были сами довольны результатом. И, конечно, самое плохое, что может быть в жизни, это если скучно. Вот скучно у нас точно не будет. Добро пожаловать в социально-гуманитарный класс 58-й школы. Всех ждем на собеседовании. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...